Друзья, всем привет! Приглашаю вас на потрошение, друзья, да, распотрошить две обалденных красотки, две орхидеи-бабочки, которые вот здесь у меня стоят, ну и заодно сделать первый полив орхидеи, которую мы пару дней назад цветущую вот такую пересаживали. Мне задали вопрос, Георгий, как же так? Ты вроде бы как вот цветущую орхидею пересадил и не хочешь ее сразу полить. Ну, во-первых, эта орхидея уже, она заканчивает свое цветение. Посмотрите, какой длинный цветонос. Она уже отцвела. Так, сейчас я поближе покажу ее. Это бабочка. Я ее уже показывал. Она необычная, с нижними лепестками. Видите, у нее защипы на нижних лепестках. Показывал этот один уже. Один остался такой полноценный цветочек, сохранившийся, который могу показать вот для примера. Остальные уже все. Они уже заканчивают, завидают. И вот мы с вами ее сегодня польем методом, как я уже говорил, замачивания. Это первый полив ее будет. Вот так вот я водичку наливаю и поставлю. И пока она будет стоять пить, мы с вами позанимаемся с другими орхидеями. Был еще такой вопрос. В прошлую пересадку этой, по-моему, орхидеи задали вопрос. Когда мы потрошили эту орхидею, а две орхидеи я поливал, две парфюмерные фабрики. Точно таким же методом спросили, как узнать, когда кора начнет работать. Друзья, ну вот на словах я могу объяснять сколько угодно, но я в прошлом видео сказал, что на примере двух парфюмерных фабрик, поливая их каждый раз на видео, я прям вот есть плейлист, он так и называется, орхидеи парфюмерные фабрики. И вот все видео, касаемые всех парфюмерных фабрик, которые у меня в коллекции есть, всех процедур с ними, я в этот плейлист туда размещаю, в этот плейлист. И вот те видео, которые я сейчас начал снимать с поливом этих двух парфюмерных фабрик, я тоже туда размещу. И все видео с ними можно будет посмотреть, первый полив, второй полив, третий полив, и там, ну будет четвертый или не будет замачиванием. И вот, ну обязательно будет то видео, в котором мы перейдем с замачивания на просто подлив. И вот как раз, когда это произойдет, я и объясню, и покажу на примере, прям на примере этих орхидей, как выглядит кора. Да, как выглядит кора, но в том случае у нас, у орхидей, там по-моему у нас что, да, там разные у нас кора, да, там у нас разная кора, я уж испугался, думаю, забыл, вроде как это, что в орхиату посадил. Нет, там разная кора, поэтому хорошо будет для примера показать. Все, друзья, я сказал, значит, все про то, как выглядит кора, когда она уже готова к поливу подливом, это все я, как она выглядит, покажу в том видео, когда подойдет время. А сейчас поливаем первым поливом нашу вот эту вот бабочку с прошлых потрошений. И сейчас, друзья, я вам покажу двух обалденных, просто обалденных красоток. Это, друзья, малинка, вот она, малинка, маленькая мультифурочка. И голден даун, орхидея голден даун, недавно я ее купил, распаковку вы видели на канале этой орхидеи. Так, сейчас я ее хочу вам так, чтобы вот они обе были в одном кадре, да, вот так вот. А голден даун, так, вот так, да, что такое, никак она не хочет. Ну вот, вот так вот, вот так просто, вот так, вот, 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 посмотрите, какие две красотки. Значит, насчет голден дауна, вот я, посмотрите, сейчас резкость навел, она окрасом похожа на орхидею бургундия. Прям вот, знаете, что-то такие желто-фисташковые такие оттенки, нежные желто-фисташковые оттенки у этой орхидеи. То есть, она не белая, и не желтая, и не фисташковая. Она вот как-то, знаете, от молочного цвета переходит к нежно-фисташковому. Нежно-фисташковый в каких-то моментах переходит в такой, знаете, в желтый. Ну, она уже заканчивает свое цветение, поэтому как-то вот, прям вот, это магазинное цветение. Поэтому вот прям четко показать ее окрас я, к сожалению, пока не могу, настоящий. Это мы с вами увидим у нее в домашнем следующем цветении, после того, как сегодня распотрошим обе этих орхидеи и сделаем пересадочки. Сразу говорю, пересаживать будем одинаково, потому что эти две орхидеи, они прям вот друг друга, прям вот, друзья, дополняют. Они прям вот обе сочетаются. Две бабочки, две орхидеи бабочки. Одну, значит, я купил из частной коллекции у Архамана, Архамана в Украине. В Украине эту орхидеечку, да. А эту я купил у Анны Румянцевой, продавец орхидеи. Она тоже блогер в Ютубе, имеет свой канал. Ну, на распаковку вот этой вот посылки я в видео вставлю ссылочку, можете посмотреть. В общем, вот эти две орхидеечки мы сейчас с вами распотрошим, пока будем вот эту орхидеечку поливать. И быстренько мы сделаем пересадочки. Ну что, давайте, с какой начнем, с какой начнем? Давайте, наверное, начнем с малинки, друзья. Орхидея малинка, она, ну вот, хозяйка так вот подписала ее, вот так вот, просто бабочка малинка. Вот, все. Не знаю, я, честно говоря, сомневаюсь, что это домашняя посадка этой орхидеи. Ну, в любом случае, сейчас залезем, посмотрим. У меня такое складывается впечатление, что это магазинные, магазинные цветения этой орхидеи. Вот, ну ладно, я купил ее из-за того, что, знаете, честно говоря, я купил ее просто в этот, знаете, в нагрузку, да. Она, во-первых, недорого стоила и в дополнение к другой обалденной красотке. Так, ну что, давайте я камеру немножечко ниже опускаю, чтобы нам было все видно в подробностях. И займемся потрошением. Вот так это все выглядит. Я думаю, вам видать все, да. Так, поднос, 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 поднос. Обязательно мы еще сегодня, друзья, я хочу, помимо того, что мы распотрошим эти орхидеи, я обязательно еще и замочу в растворе антигрибковом и антибактериальным. В одном из предыдущих видео я отвечал на вопрос, почему я в некоторых случаях обрабатываю орхидеи, а почему в некоторых случаях не обрабатываю. Вот как раз сегодня тот случай, что обрабатывать я не буду, потому что в прошлом видео я не обрабатывал орхидеи в видео, потому что я либо это делаю до, с поливом до съемки видео, либо вообще не делаю, если это в нормальном состоянии орхидея. Ну вот сегодня полив был раньше, намного раньше, неделя прошла, наверное, да, они уже подсохнуть успели, и вот в принципе самое время эти орхидеи обработать в фитоловине, да, фитоловином буду их замачивать, потому что, не знаю, мне вид не нравится, вид не нравится этих корней у этих орхидеи. Я вам сейчас покажу, что именно. Так, ну здесь у нас мелкая, мелкая кора, прям совсем мелкая, я бы даже сказал, орхиата прям самая мелкая, и посмотрите, кокосовые чипсы. Ну и, как я и говорил, здесь присутствует кокосово-торфяный горшочек, то есть это не домашнее цветение этой орхидеи, это магазинное цветение, да, ну и собственно, говоря, сама тоже орхидеи магазинные, поэтому я и не удивлен, поэтому эту орхидею я вот с такими вот корнями подсушенными, видите, есть подсушенные корни, где-то с черными пятнами корешки, вот с такими вот, видите, пятнышки, такие темные пятнышки на корешках. Я обрабатываю те орхидеи, которые я пересаживал в прошлый раз, и вообще я сказал, что я их не обрабатывал, это потому, что, ну вы сами видели качество корней, а у орхидеи все отлично, там просто, ну лишний раз ее, ну зачем препарат тратить на самом деле, то есть оно ни к чему там не будет. Даже, даже в качестве профилактики, если орхидея здоровая, все у нее хорошо, то и нету смысла заморачиваться, но если уж прям совсем, конечно, хочется, то, ну, можно ей, конечно, обработать. Но я не вижу смысла, когда все хорошо. Так, ну, в целом, конечно, корни у этой орхидеи, вы сами видите, в принципе, хорошие, за, ну, она у нас не одну неделю уже дома, даже, я бы сказал, наверное, не один месяц, а то, наверное, пару месяцев дома она пришла к нам, по-моему, в марте месяце, да, вот, по-моему, ну не помню, но это не точно, я уже не помню, когда. Ну, в апреле, в апреле точно, в общем, пару месяцев, да, полтора-два месяца точно она у нас дома. Срезаю сухие, прям вот такие, она уже у нас расти начала дома, именно дома, потому что не было этих зелененьких раскукленных корешков. Так, ну, вот так вот, в принципе, да, кстати, это ее не первое цветение, потому что я вижу у нее срезанные цветоносы, хотя эти цветоносы могли быть одновременно. Здесь еще два пара, пара цветоносов ниже, вот один, вот второй, хотя, может быть, даже, да, эта орхидея у владельца находилась дома, не пересаженная просто. И вот дома зацвела она второй раз, могла, первый раз домашним и второй раз в жизни ее просто продали, решили продать. Так, по причине пока не могу сказать, вот, ну, вроде бы здесь все хорошо с корнями, но это, друзья, мое решение не отменяет замочить ее в фитоловине. Я ее сейчас замочу. Так, сухие обрежу. Сухие. Все, сухие, все папироски прям такие, знаете, которые выпотрошенные. Я еще раз говорю, кусочки коры и грунта, которые прилипли, приросли, к которым, к которым приросли корни, я не удаляю, я не занимаюсь этим садомазохизмом над корнями. Так, ну, все, здесь у корней даже чешуек нету. Беру литр воды. Беру литр воды, друзья. Вот он, литр. Маловато, кольчушка маловато, да? Вот, беру литр воды, на этот литр воды одну ампулу фитоловина. Одну ампулу фитоловина. Два миллилитра, кому интересно. Два миллилитра. Размешиваю. И заливаю в корешочки. Заливаю в корешочки. Вот так вот. Пускай стоит, напитывается. Потому что именно вот эти части корешочков с темными пятнами меня, как бы, настораживают. Так, ну и что, давайте вторую распотрошим. Пока стоит, у нас напитывается она. Вот сюда поставлю на слой столик импровизированный на колесиках, друзья. Это я сам придумал. К ножкам прикручивать колесики вот этих вот стеллажей. Они-то в комплектах не идут. Я нашел специально такие колесики уголком с основания. Основание с уголком прям как раз ставить ножкой вот этим вот стойкой прямо на это колесико. И прикручиваешь болтами. Ну, единственное, болтики пришлось купить. Так, ну давайте вторую распотрошим. А, интригой остается во что буду сажать? Ну, давайте не буду держать интригу. Значит, в одном из предыдущих видео я показывал... Да, это Георгий подписала, Анна. Когда я выбирал орхидею на выбор, я выбрал вот такую вот. С дыркой в основании. Да, у нее дырка в основании. Вот, специально такую. Так, а, и вот... Опа. О, ну здесь у нас... Так, ну здесь у нас магазинные орхидеи. Это у нас... А, магазинные орхидеи. Здесь продавец продавал. Анна продавала мне ее. Именно такая вот, как и должна быть. А, кокосовый... А, кокосовый... А, кокосовый торф. Кора здесь. Немножко кокосового волокна. Кокосовые чипсы. Ну, вы видите сами, да? Такой хороший, хороший такой влагоемкий грунт. И посмотрим, что у нас там с... Под основанием. Да, есть тоже у нас стаканчик. Но в такой... В пластиковой обмотке. Сверху у нас прям кокосовое такое волокно. Вот. Так. Убираю все. Убираю. Тоже хорошее состояние. Прямо обалденное. Корни прям шикардосные. Смотрите. Прямо шикардосные корни. Вообще. Обалденные. Обалденные, да? Golden Dawn, друзья. Орхидея Golden Dawn. Еще раз поближе покажу. Вот, кстати, у этой орхидеи... Я не знаю. Вот на просвет вам не будет видно. Потому что свет с вашей стороны. Но проблема у этой орхидеи, пока наблюдаю, у нее прозрачность листьев. То есть, такие, знаете... Ну, как вам объяснить? Вот знаете... Вот когда пятнышками... Вот как пятнышками, друзья. Рука, ладонь, да? Такими красными пятнышками, да? Вот точно такие же бледными пятнышками. Как, знаете, говорят, малокровица. Малокровица у тебя. Вот. Пойди отожмись или горячего чайку попей, чтобы кровь заиграла. Вот. Или там коньячку выпей. Вот такие же, друзья, пятнышки. Ну, не красные, понятно. Такие желто-прозрачные пятнышки. Рябые такие. Вот у этой орхидеи на всех ее листьях. Это я уже заметил после того, как... Ну, через несколько дней после покупки этой орхидеи. То есть, такой, знаете, немножко болезненный вид у этих листьев. Вот. Ну, я не знаю, как вам показать. Но в следующий раз, после пересадки, когда мы будем манипуляции с этой орхидеей делать... Вот. Я покажу на просвет специально. Специально подсвечу ее с другой стороны, чтобы вы посмотрели. Вот. Вот у нее немножко проблемы. Вот с этой орхидеей, конечно, здесь прям все идеально. Ну, за исключением вот этой вот дырки от производителя. Вот. То ли цветонос оторвали у нее, то ли еще что-то такое. То ли, ну, корень оторвали. Ну, бывает такое. Вы, наверное, все видели видео, в котором... У садовника... Садовник, как в Голландии, с орхидеями, да, обращаются. Где они берут прям корни отрывают, прям корни хрустят. Цветоносы вот эти прям палки втыкают. Вот. И как поливают. Просто не заморачиваясь. Прям из пшикалок вот так прям на орхидею со всех сторон. Вода дует. Там особо не заморачивает. Точка роста, не точка роста. Но там прям во все тяжкие их. Так. Вот так вот срезаю. Так. Ага. Все. Почти все. Во. Вот такая вот. Так. И все. Теперь снимаю этот стаканчик. А он сам прям распадается. Он такой уже подсох. Так. Ну, здесь нам придется, наверное, один листочек нижний удалить. Чтобы он нам не мешал. Так. Ну, все. Так. Ну, здесь вот тоже есть. Встречаются корешки такие, знаете, полупустые. И я их удалю. Особенно те корешки, где, например, в середине полупустой, а где-то там на кончике еще живой. Он все равно от него толку не будет. А лучше его срезать. Если у орхидеи достаточное количество хороших корней. То есть, там не надо жалеть, что-то такое, экономить. Так. Ну, вот. Все, да? Вот еще. Так. Ага. Вот что, видите, он здесь уже сухой, сломанный. Я его отрежу. Это воздушный корень. Он нам не нужен. Только мешать будет. Все. А основание хорошее. Смотрите. Прям такое нормальное. Но вот этот вот листик, вот он. Он будет нам мешать. Поэтому я его сейчас удалю. Вот таким макаром. Оп. И этот тоже. Оп. Все. Так. Ну, с другой стороны, листик как бы повыше. Но я его оставлю. Все. Вот так вот у нас орхидея получилась. Сейчас мы ее тоже замочим. И будем готовить грунт. А. Ну, продолжу. Мысль-то. Начал вроде. Сказал. А. И все. Значит. В одном из предыдущих видео у нас был обзор. Помните? Видео снимал я. Вот прямо пару дней назад тоже. В котором показывал, как себя чувствуют орхидеи. Вот как раз таки. Как раз таки в посадках в стеклянных фужерах. Да. Вот в таких вот. Вот в этих вот. А почему я об этом говорю? Потому что я и хочу посадить обе эти орхидеи вот в эти прозрачные фужеры. Когда-то я их купил. Вот. Когда-то я их купил. И у меня несколько штук еще осталось. Все равно. Ну. Как бы надо задействовать их. Но мне кажется, что вот эти две роскошных орхидеи. Они прям будут смотреться в этих. В этих. В этих фужерах. Ну, посмотрите, какая прелесть будет. Да. Мне кажется, прям вообще обалденно. Просто обалденно будет. Я эти фужеры покупал, друзья. Когда еще не было в продаже. Точнее, не так. В продаже, может быть, и было. Но я не обращал на это внимания. Вот на эти мерные стаканы. Они по объему как раз вот точно такие же. Пластиковые мерные стаканы. Прозрачные. По прозрачности ничуть не хуже вот этих вот фужеров. Ну, фужеры правильно как-то. Дорого-богато выглядят, да. Поэтому посадим эти две бабочки вот в такие фужеры. Хотя, конечно, есть претенденты и намного круче для посадки в эти фужеры. Но я их посажу. Те орхидеи. Вот мельком показывал вам в прямом эфире в субботу. Красную бабочку. Роскошную. Мне спросили, что за бабочка. Друзья, дождитесь. Дождитесь. Он там внизу на нижней полке. Еще замечание сделали. Ну, что ж, такая красота у тебя стоит там где-то на задворках. Внизу. У меня много красоты, которая еще в экран не попадает в кадр. И я хочу, чтобы еще один хотя бы цветочек у нее раскрылся. Точнее, бутончик. Сейчас у нее их четыре. Один раскрылся и два вот-вот должны раскрыться. Я вам ее покажу. И плюс еще одну бабочку я вам покажу. Пока только необычная она. Она очень необычная. Вот такая вот. Пока это интрига, друзья. Это очень редкая пилоричность у нее. Ну, просто редчайшая. Я думаю, что подавляющее большинство такой бабочки не видели. Ну, может быть, саму орхидею видели. Но вот в такой мутации вряд ли вы видели. Я думаю, что первый раз у меня вы видите на канале. Так, ну что. Замочили? Замочили. Все, замачиваются они. А мы с вами будем готовить грунт. И вот что касается грунта. Делали обзор по поводу, как в фужерах растут орхидеи. Помните, в видео я найду ссылочку, вставлю в верхний правый угол. И там можно будет посмотреть несколько орхидеи, которые растут в фужерах у нас. Вот в таких вот. И я для себя принимал решение, а какое же все... Ну, и вам показывал. Да, все без комментариев там. И вам показывал. Все-таки в каких грунтах для ленивого архамана оптимально. И вот я там показывал, были орхидеи посадочки, значит, смешанный керамзит с кокосовыми чипсами. Очень неплохо, очень неплохо росли орхидеи, корни. Да вот, что там ходить. Вот она. Одна из просто рядышком стоит под рукой. Вот здесь кокосовые чипсы перемешанные с керамзитом. Видите? И корни прям по кругу пошли расти. Прям вот орхидеи хорошо себя чувствуют. Вот сегодня я хочу вместе с вами посадить орхидеи, эти две. С учетом их прежней сейчас посадки, которую мы смотрели, да, хочу посадить, смешать, смешать кокосовые чипсы с орхиатой. Да, смешать один к одному у меня стоят. Это как раз таки, знаете, ответ тоже, может быть, для кого-то будет интересен на вопрос, а что делать, если нету мха? Что делать, если нету мха сфагнума для того, чтобы посадить орхидею на естественный фитиль? И что может еще, какая может быть еще схожая посадка по распределению влаги внутри горшка? И вот мы с вами обзор делали и видели прекрасно, как распределяется влага с кокосовыми чипсами. Но сегодня я хочу добавить еще и орхиату, хоть у меня ее уже мало осталось, но орхиата чем хороша в закрытой системе? Тем, что я уже не раз рассказывал, что орхиата один из немногих грунтов, во-первых, который производит профессионалы для орхидеи уже много лет для всего мира. Орхиата этим хороша тем, что она обрабатывается еще доломитовой мукой, обрабатывается паром, паром ее выпаривают, смолы из нее делают ее более-менее влагоемкой. И в одном из видео я подтвердил ее влагоемкость тем, что мы всего два раза ее замачивали и на третий раз уже все, она стала хорошо принимать влагу и мы просто подливали воду. В отличие от коры, обычной простой коры, но тоже качественной, хорошей, но которой нужно 5-6, а то и больше раз замачивать, чтобы она разработалась. Вот орхиата в этом плане, она уже выпаренная паром, плюс пар он убивает все грибочки, все бактерии, всех личинки, насекомых. А доломитовая мука, помимо того, что является полезным для самой орхидеи, минерал или как назвать правильно микроэлемент, доломитовая мука еще не дает возможности завестись некоторой живности в этом грунте. То есть, дает больше, дольше жить, дольше жизни. А с учетом того, что сам по себе еще вдобавок у нас кокосовые чипсы из кокоса, да, кокос. А кокос сам по себе, кокосовое волокно, оно практически не гниет, несмотря на то, что это органика. То есть, это такой специфический продукт, который мало и трудно поддается гниению. Поэтому кокосовое волокно очень-очень вообще, ну, и волокно, и кокосовые чипсы, они очень хороши для вот использования в грунтах посадки орхидеи. Вот сегодня в закрытой системе хочу один к одному размешать кокосовые чипсы с орхиатой. На дно, не знаю, я буду ложить керамзит, но, наверное, одним слоем, друзья, буду керамзит положить на дно. Одним слоем. Все, вот так вот. Так, ну еще раз, ведь что замесим еще, да? Просто не помещается он мне сюда. О, хорошо как. А как поливается, друзья, вот в этом, в этой посадке? Значит, если с естественным фитилем, тут все проще, да, там, налил воды, и потом вода, которая на дно у нас прошла, потом просто подымается по естественному фитилю и распределяется соседним кусочком, который контактирует с мухом с фагном. То есть в этой посадке здесь вариант следующий, что предусматривается полив, ну, каким-то опрыскивателем, да? Вот я поливаю опрыскиватель, у меня опрыскиватель поверху. Я уже показывал, да, вот эти орхидеи свои, обычные опрыскиватель поверху. И одновременно смачиваю поверхность у этого грунта, смачиваю. И вода, просачиваясь вниз, она смачивает, пока она, ну, пока она стремится вниз, она, грубо говоря, растворяется вот в этих волокнах и в кокосовых чипсах, грубо говоря, она растворяется. То есть кокосовые чипсы ее перехватывают, и на дно там уже прямо совсем капелюшечки попадают, которые, ну, там остаются на керамзите, но потом они все равно уходят вверх. То есть полив здесь, вот в этом грунте, методом распрыскивания по поверхности. То есть если другие орхидеи вот такие, вот как вот легата бабочка у нас растет, да, вот легата бабочка, вот, или вот орхидею, которую пересаживали, да, с естественным фитилем, то мы, не задумываясь, просто ливанули 100 грамм воды или 50 грамм воды, все, и пошли. Вода на дно стекла быстро и потом постепенно впитывается, распределяется. То здесь, в этих, в этих емкостей немножко подольше, немножко подольше именно опрыскиванием по верху. Здесь нужно, наверное, все-таки, эта посадка хорошо тем орхидеям, у которых достаточно много корней у основания, да, чтобы не пересыхали, чтобы периодически их опрыскать. То есть, ну, тем, наверное, орхидеям хорошо, которые любят корни вверху наращивать. Вот, хотя, вы знаете, тут, наверное, все-таки на любителя, да, то есть больше, наверное, не от самой орхидеи зависит, а больше от архамана, который сажает. Ну, вот у меня есть опрыскивателем, неудобно. Если подливом и проливом, то это не будет эффективно. Вода будет быстро скатываться вниз, мокнуть будет снизу, снизу будет образовываться мокрота. Ну, болото вряд ли, но все равно, низ будет влажный, верх будет сухой, не очень хорошо для корней. Поэтому здесь полив вот исключительно прям вот поверху опрыскивателем, либо вот как там, знаете, в эти, ну, в груши набирают воду, да, вот эти резиновые, вот, и там поливают сверху. Либо брызгалки такие вот из обычных бутылочек, да, сверху тоненькой струйкой вот так вот смачивать. Очень хорошо такой метод полива работает. Так, ну что, давайте начнем с какой-то, с какой-то, вот с этой вот, что ли, с малинки. Ох, как напиталась хорошо у нее. Так, малинка. На дно мы сейчас поместим немножко дренажного слоя в один слой, друзья, из керамзита. Вот такой крупный, дренажный это, в один слой. Много не буду. Почему в один слой? А для того, чтобы вода не задерживалась внизу, в керамзите не задерживалась. А в один слой очень хорошо вода по поверхности одного кусочка, фракции керамзита, поднимается вверх и будет волокнам передаваться, которые контактируют. Если в несколько слоев, то будет вода здесь, мокрота будет задерживаться, но она ни к чему и так уже в влагоемком грунте. Это закрытая все-таки система, а нам нужно, чтобы здесь аэрировался воздух. Так, немножко на дно кидают. Так, на дно я кину просто, просто сейчас на дно кину еще архиаты, которые будут контактировать с керамзитом. Вот, примеряю. Идеально? А? Идеально. Идеально. И теперь все это дело мы закидываем потихонечку, не спеша. Начинается вот это вот самое таинство медитации Архамана. Так, где палочка? Друзья, вы не знаете, куда я пол... А, вот она. Распределяю все это туда, между корней. Вот, здесь, конечно, не особо получается постукивать. Так, закидываем все аккуратненько. По чуть-чуть. Желательно большие, большие воздушные карманы не делать. Они, конечно, важны. Но с таким... Для среднего горшка, для среднего горшка и средней фракции коры, большие карманы не нужны. Он и так сам по себе, грунт хорошо аэрируемый. То есть, и кокосовое, видите, волокно, вот это вот, кокосовые чипсы, и архиата. Это достаточно дышащий грунт. Хорошо дышащий грунт. Вот так вот. Кстати, здесь вот где-то на уровне двух третьих высоты горшка можно просто сами по себе отдельно одни кокосовые чипсы взять и по кольцу вот так вот, по периметру уложить. Для чего? Это как раз кольцо, которое будет улавливать воду, просочившуюся, и немножко задерживать ее туда внутрь, как можно засунуть между корней, туда прям внутрь засовываю. То есть, вот так вот прям колечком сделать поверху и опять грунт. Все. Так хочется это подстукивать, друзья. Но это такой грунт, который не подстукивается. И фужер тоже, друзья, такой, знаете, это, ну, не очень, я бы сказал, надежный. Его можно расколоть, боюсь, конечно, в этом плане. Все. Вот так мы это все сделали. Еще кусочками коры сверху. Вот так вот. Вот так, друзья, смотрите, какая прелесть. Хоп. Как будто тут и была. О. И внизу у нас там небольшие воздушные карманы. Сверху немножечко поплотнее за счет кокосовых чипсов. Вот такая вот у нас малинка, бабочка-малинка. Ну что, давайте вторую быстренько. Быстренько вторую оформим. Так. Замешаем грунт еще. Там корней побольше, конечно. Грунта поменьше надо, да? Корней побольше, грунта поменьше. Вот так, наверное, хватит. Кокосовые чипсы обалденные, друзья. Это я покупал в Украине. Опять, друзья, в какой Украине? В Крыму. В Украине. В Крыму. У продавец Махневого. Вот фамилия такая, Махнева. Мне кто-то ее посоветовал. Я заказал. И вот она мне. Я посмотрел на ее. Ох, какие корни, друзья. Заказал и не пожалел. Слушайте, мне кажется, даже прям ей тут будет тесновато. Да? Смотрите, какая прелесть. У нас тут один воздушный. Прям совсем. Вот так вот. Но мы подкрутим. Я думаю, вот так вот мы ее усадим. Знаете, здесь мы сегодня ее посадим. Ой, наверное, без... Без керамзита, что ли, посадить. Как думаете? Знаете, что мы сейчас как сделаем ее? Мы ее посадим, друзья. Без керамзита, но на дно я кину обычную архиату. Вот беру просто архиату. И вот сейчас я кину туда архиату. Это чтобы нижние корни у нас дышали. То есть у нас будет такая экспериментальная посадка. Вот знаете, еще мне пишут некоторые зрители, мол, корни большие, нужен большой горшок и все такое прочее. Ну, по периметру, друзья, вот такой объем корней для такого горшка оптимально. Нужно понимать, что орхидея не может наращивать корни до бесконечности. С учетом того, что это корни магазинные, их какая-то часть отомрет. Понимаете? То есть орхидея не может бесконечно наращивать корни. Больше, 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 больше. Нет. Она до какого-то доходит уровня и все. А с учетом того, что это не домашняя орхидея, а магазинная, где садовник перед продажей ее пичкал, как я, знаете, называю, орхидейными анаболиками ее на продажу, она, естественно, сейчас такая. Вот сколько из вас может сказать, что вот принесли вот такую с жирнючими корнями орхидею домой после покупки в магазине с сочными жирными, и она дома еще больше нарастила? Ну, я думаю, что единицы в основной своей массе эти орхидеи, а после того, как мы покупаем такие жирные, мощные, крупные, они в домашних условиях начинают сокращаться. Потому что мы их не кормим анаболиками. Вот, не кормим мы их, ну, грубо говоря, в естественном уходе они у нас. Обычный полив, обычные, обычные, все обычные. И, естественно, ей нет надобности, и точнее даже не с чего наращивать мышечную массу, поэтому она начинает сокращать ее. И вот представьте, мы посадим эту орхидею в большой горшок, через какое-то время какая-то часть корней перестанет работать из-за ненадобности, и все. И окажется, что орхидея сидит в большом горшке, маленькая в большом горшке. Большой горшок с маленькой корневой в итоге любую орхидею угнетать начинает. Так. Да, тут прямо у нас это, скажите, грунт влажный, не хочет проваливаться. Проваливаться не хочет у нас. Но мы особо и не будем заставлять орхидею, чтобы проваливалось все туда у нее. Мы ее оставим. Так. Вот здесь теперь нам надо как-то пропихнуть кусочки. Видите, туда корня. Сейчас. О, пропихнули. О, вот здесь себя вот сюда надо что-то засунуть как-то. По чуть-чуть вот так. Раз, 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 раз. По маленькому кусочку туда засовываю, друзья. Вот так вот. Раз, раз, раз. Да. Задачка сегодня у нас. Так, ну, здесь у нас прямо вот так все получается. Так, цветочек оторвал, что ли. Лепесточек оторвал палочкой. Вот так, друзья, у нас получается все. Вот. Я, честно говоря, хотя, вы знаете, вот есть продаются побольше вот такие фужеры. Но я что-то это, а, не подумал об этом. Решил все-таки посадить в такой, из-за того, что слишком много у нее корней, которые в конечном итоге могут закончить свое существование и оказаться потом лишними в горшке. Вот так вот. А потом, опять же, на вопрос отвечаю. Как часто можно пересаживать фаленопсисы? Друзья, вот такие фаленопсисы можно пересаживать, ой, ну, хоть каждый день. Хоть каждый день, друзья. На самом деле. Потому что, если мы корням не делаем какую-то механическую, ну, не знаю, механические повреждения, какие-то манипуляции, ну, там, обрезка, например, да, чистка корневой системы, вот, то фаленопсисы вообще вот как-то, ну, спокойно к этому относятся. Это не бульбовые орхидеи, где корни намного чувствительные. Вот, здесь, если, еще раз говорю, корни сами механические не шевелить, я имею в виду, там, ну, каких-то экзекуций над ними не делать, то пересаживайте хоть каждую неделю. Поэтому посадили, посмотрели, что-то не устроило, что-то где-то орхидея себя стала чувствовать плохо, достали и делали все. Вот в этом плане, конечно, фаленопсисы гибридные, друзья, это оптимальнейшие орхидеи для любого архамана, новичка, для любого. Ну, вот, друзья, вот такая у нас получилась вторая орхидея. Вот, все, пересадили две красотки. В общем, когда время подойдет поливать их, я вам покажу, как они у нас поливаются методом опрыскивания сверху. Почему я высоко, еще раз объясню, почему высоко посадил эту орхидею и с таким большим количеством корней засунул ее в этот горшок. Ну, наверное, те, кто поопытнее уже догадались, потому что я вначале, когда показывал эту орхидею, сказал, что у этой орхидеи я еще немножко сверху кладу кору, кору доломитовую, с доломитовой обработкой орхиату, сверху по поверхности. Чуть-чуть. Потому что у этой орхидеи, еще раз посмотрите, у нее дырка на основании. Видите? Вот она. И мне не хотелось бы, чтобы эта дырка была заглублена, чтобы там в ней какие-то там нехорошие процессы происходили. Мне хочется, чтобы эта дырка была над грунтом, над поверхностью горшков, чтобы воздух не застаивался, чтобы ничего там не накапливалось, чтобы орхидея просто дышала. Именно это место дышало. Я тогда буду спать спокойно, со стопроцентной уверенностью, что у меня ничего из этой дырки не произойдет. Ничего не будет развиваться, никаких болячек, никакие насекомые там не будут гнезда строить, такие как подуры, многохвостки, или еще какие-то малявки, которыми питаются другие насекомые. Ну, в общем, вот так. Оно открытое, оно дышит, оно свет проветривается, и ничего в ней не будет задерживаться. Это вот, наверное, все-таки самая главная причина, по которой я именно так посадил орхидею, друзья. Ну, это мое видение. В общем, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья, до встречи в следующем видео, всем пока-пока. Красотки, да? Вообще обалденные. А, мы же сейчас пока-пока, мы же... Посмотреть, посмотреть, друзья, как у нас там напиталась-то наша с вами орхидея. Вот, смотрите, кора потемнела, прошло 40 минут, да, кора напиталась, и все, теперь эту воду лишнюю можно слить. Сейчас мы сольем ее, сейчас мы ее сольем. Так. Вот так. Все. Все, друзья. Листик у нас здесь после... Еще до пересадки начал желтеть, но он по всей длине. Я не стал его удалять, помните, при пересадке сказал, чтобы орхидея брала из него питательные вещества. Все. Вот такая, вот такое сейчас состояние у коры. Видите, оно напитывается. Кора напиталась, ну, не глубоко, а с каждым последующим замачиванием вода будет все глубже и глубже пробивать себе дорогу, промакивать кусочки коры, потому что кора у нас не обработана ничем. Обычная кора, самая простая, вот, и вот сколько уйдет таких замачиваний, чтобы кора насквозь начала пропитываться за какое-то время. И вот чем больше проходит таких циклов намачивания, чем больше и дольше, тем кора становится более влагоемкой, то есть больше воду внутрь начинает забирать и быстрее этот процесс происходит. Если, как сейчас нам час нужен, а то и больше, чтобы кусочки коры на сколько-то там пропитались водой, да, то через там полгода, через год придет время, эта кора буквально залили воду, залили воду там на 10-15 минут и кора моментально напиталась и все. То есть, вот в этом весь смысл частых замачиваний, частых замачиваний коры, чтобы она именно увеличила свою влагоемкость. Все, друзья, теперь точно все, слушайте, ну, красотки, да, обалденные, красотки, обалденные, вот такие вот бабочки. Все, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья, до встречи в следующем видео, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok